Подвалы многоэтажных домов в центре Петропавловска затопило дождевой водой и канализационными стоками. Образовались глубокие лужи. Стихия, по мнению жителей, обнажает в очередной раз проблемы местной инфраструктуры. Как в областном центре намерены решать все эти вопросы, узнавала наш корреспондент Наталья Волкова. Это снимали местные жители, которые наблюдают за потоком дождевой воды из своих квартир. Такую картину они видят каждый раз, когда выпадают обильные осадки. Вся вода стекает нам в подвал. Находясь в низине, как минимум три многоэтажки принимают на себя весь удар стихии. Все дело в отсутствии продуманной системы стока воды, считает жительница подтопленной многоэтажки Людмила Петрова. В подвале уровень воды поднимается до потолка. То есть у нас заливается щитовая, у нас отключается свет, у людей у всех продукты там. Это немалые деньги стоят, как все знают. Все это портится. То есть у нас выхода нет. Мы бьемся. Звоним 112, звоним 109, звоним в Акимат везде. Но, знаете, вот придут, приедут, посмотрят и воз ныне там. От постоянной сырости на стенах первых этажей появляется плесень. В квартирах уже ощущается затхвый запах. Этот угол весь потопляется с этой стороны. И у нас вот везде там в кладовках, везде вода в подвале. Естественно, начинается подниматься плесень. Стриящиеся потоки воды и глубокие лужи в результате проливных дождей накануне вечером охватили весь Петропавловск. Жители города снимали на видео бурление водных масс и то, как им приходилось преодолевать последствия стихии. По данным пресс-службы Акима областного центра, из-за обильных осадков городские ливневые сети были перегружены. И поэтому дворы, улицы и низинные районы города подтопило, говорит пресс-секретарь Акима города Ася Майтулова. Бригада очистных работает 24 на 7 в крыльчатном режиме. У них выходит на смену 5 бригад, 65 человек и порядка 41 техники. Вчера стезанки принимают на икумек по номеру 109. Вчера было принято, вчера, сегодня было 68 звонков. Это в домах и придомовая территория. В течение дня городские службы работают оперативно и стараются максимально быстро решить проблемы горожан. Однако не везде успевают, поскольку за последние сутки в Петропавловске выпало 70% месячной нормы осадков.